Четвертая книга Моисея Четвертая книга Моисея И отдай это левитам, смотря по роду службы их И взял Моисей повозки и валов и отдал их левитам Две повозки и четырех валов отдал сынам Герсоновым по роду служб их И четыре повозки и восемь валов отдал сынам Мирариным по роду служб их Под надзором Ифамара сына Аарона священника А сынам Каафовым не дал, потому что служба их носить в святилище На плечах они должны носить И принесли начальники жертвы освящения жертвенника в день помазания его И представили начальники приношение свое преджертвенник И сказал Господь Моисею По одному начальнику в день пусть приносит приношение свое для освящения жертвенника В первый день принес приношение свое на Асон сын Аминадавов от колена Иудина Приношение его было Одно серебряное блюдо весом в сто тридцать сиклей Одна серебряная чаша в семьдесят сиклей По сикле священному наполненное пшеничной мукою Смешанную с елеем в приношение хлебное Одна золотая кадильница в десять сиклей, наполненная курением Один телец, один овен, один однолетний агнец во всесожжение Один козел в жертву за грех И в жертву мирную два вола Пять овнов, пять козлов, пять однолетних агнцев Вот приношение на Асона сына Аминадавова Во второй день принес Нафанаил, сын Цуар, начальник колена из Сахарова Он принес от себя приношение Одно серебряное блюдо весом сто тридцать сиклей Одну серебряную чашу в семьдесят сиклей По сикле священному наполненные пшеничной мукою Смешанную с елеем в приношение хлебное Одну золотую кадильницу в десять сиклей Наполненную курением Одного тельца, одного овна Одного однолетнего агнца во всесожжение Одного козла в жертву за грех И в жертву мирную двух волов Пять овнов, пять козлов, пять однолетних агнцев Вот приношение на Афанаила сына Цуарова В третий день начальник сынов Завулоновых Елеав сын Хелона Приношение его Одно серебряное блюдо весом в сто тридцать сиклей Одна серебряная чаша в семьдесят сиклей По сиклю священному Наполненные пшеничной мукою Смешанную с елеем в приношение хлебное Одна золотая кадильница в десять сиклей Наполненная курением Один телец, один овен Один однолетний агнец во всесожжение Один козел в жертву за грех И в жертву мирную два вола Пять овнов, пять козлов, пять однолетних агнцев Вот приношение Елеава сына Хелонова Четвертый день начальник сынов Рувимовых Елицур, сын Шагиуров Приношение его Одно серебряное блюдо весом в сто тридцать сиклей Одна серебряная чаша в семьдесят сиклей По сиклю священному Наполненные пшеничной мукою Смешанную с елеем в приношение хлебное Одна золотая кадильница в десять сиклей Наполненная курением Один телец, один овен Один однолетний агнец во всесожжение Один козел в жертву за грех И в жертву мирную два вола Пять овнов, пять козлов и пять однолетних агнцев Вот приношение Елецура сына Шагиурова В пятый день Начальник сынов Симеоновых Шалумиил Сын Цуришаддая Приношение его Одно серебряное блюдо весом в сто тридцать сиклей Одна серебряная чаша в семьдесят сиклей По сиклю священному Наполненные пшеничной мукою Смешанную с елеем В приношение хлебное Одна золотая кадильница в десять сиклей Наполненная курением Один телец, один овен Один однолетний агнец во всесожжение Один козел в жертву за грех И в жертву мирную два вола Пять овнов, пять козлов и пять однолетних агнцев Вот приношение Шалумиила сына Цуришаддаева В шестой день начальник сынов Гадовых Елеасав Сын Регуила Приношение его Одно серебряное блюдо весом в сто тридцать сиклей Одна серебряная чаша в семьдесят сиклей По сиклю священному Наполненные пшеничной мукою Смешанную с елеем Приношение хлебное Одна золотая кадильница в десять сиклей Наполненная курением Один телец, один овен Один однолетний агнец во всесожжение Один козел в жертву за грех И в жертву мирную два вола Пять овнов, пять козлов и пять однолетних агнцев Вот приношение Елеасава сына Регуилова В седьмой день начальник сынов Ефремовых Елишама, сын Аммиуда Приношение его Одна серебряное блюдо весом в сто тридцать сиклей Одна серебряная чаша в семьдесят сиклей По сиклю священному Наполненные пшеничной мукою Смешанную с елеем Приношение хлебное Одна золотая кадильница в десять сиклей Наполненные курением Один телец, один овен, один однолетний агнец Во всесожжение Один козел в жертву за грех И в жертву мирную Два вола, пять овнов, пять козлов, пять однолетних агнцев Вот приношение Елишамы сына Аммиудова Восьмой день начальник сынов Монассиных Гамалиил, сын Педацура Приношение его Одно серебряное блюдо весом в сто тридцать сиклей Одна серебряная чаша в семьдесят сиклей По сиклю священному Наполненные пшеничной мукою Смешанную с елеем В приношение хлебное Одна золотая кадильница в десять сиклей Наполненная курением Один телец, один овен Один однолетний агнец во всесожжение Один козел в жертву за грех И в жертву мирную Два вола, пять овнов, пять козлов, пять однолетних агнцев Вот приношение Гамалиила, сына Педацурова В девятый день начальник сынов Вениаминовых Авидан, сын Гедеония Приношение его Одно серебряное блюдо весом в сто тридцать сиклей Одна серебряная чаша в семьдесят сиклей По сиклю священному Наполненные пшеничной мукою Смешанную с елеем В приношение хлебное Одна золотая кадильница в десять сиклей Наполненные курением Один телец, один овен Один однолетний агнец во всесожжение Один козел в жертву за грех И в жертву мирную два вола Пять овнов, пять козлов, пять однолетних агнцев Вот приношение Авидана, сына Гедеониева Десятый день начальных сынов Дановых Ахиезер, сын Амешаддая Приношение его Одно серебряное блюдо в сто тридцать сиклей Одна серебряная чаша в семьдесят сиклей По сиклю священному Наполненные пшеничной мукою Смешанные с елеем В приношение хлебное Одна золотая кадильница в десять сиклей Наполненные курением Один телец, один овен, один однолетний агнец во всесожжение Один козел в жертву за грех И в жертву мирную два вола Пять овнов, пять козлов, пять однолетних агнцев Вот приношение Ахиезера, сына Амешаддаева В одиннадцатый день начальник сынов Осировых Пагиил, сын охрана Приношение его одно серебряное блюдо Весом сто тридцать сиклей Одна серебряная чаша в семьдесят сиклей По сиклю священному Наполненные пшеничной мукою Смешанные с елеем В приношение хлебное Одна золотая кадильница в десять сиклей Наполненная курением Один телец, один овен Один однолетний агнец во всесожжение Один козел в жертву за грех И в жертву мирную Два вола, пять овнов, пять козлов, пять однолетних агнцев Вот приношение Пагиила, сына охрана В двенадцатый день начальник сыновни Фалимовых Ахира, сын Янана Приношение его Одно серебряное блюдо Весом сто тридцать сиклей Одна серебряная чаша в семьдесят сиклей По сиклю священному Наполненная пшеничной мукою Смешанную с елеем В приношение хлебное Одна золотая кадильница в десять сиклей Наполненная курением Один телец, один овен Один однолетний агнец во всесожжение Один козел в жертву за грех И в жертву мирную Два вола, пять овнов, пять козлов Пять однолетних агнцев Вот приношение Ахиры, сына Янанова Вот приношение от начальников Израилевых При освящении жертвенника В день помазания его Двенадцать серебряных блюд Двенадцать серебряных чаш Двенадцать золотых кадильниц По сто тридцать сиклей серебра В каждом блюде И по семидесяти в каждой чаше Итак, всего серебра в сих сосудах Две тысячи четыреста сиклей По сиклю священному Золотых кадильниц, наполненных курением Двенадцать В каждой кадильнице по десяти сиклей По сиклю священному Всего золота в кадильницах 120 сиклей. Во всесожжение всего 12 тельцов из скота крупного, 12 овнов, 12 однолетних агнцев, и при них хлебное приношение, и в жертву за грех 12 козлов, и в жертву мирную всего из крупного скота, 24 тельца, 60 овнов, 60 козлов, 60 однолетних агнцев, вот приношение при освящении жертвенника после помазания его. Когда Моисей входил в скинью собрания, чтобы говорить с Господом, слышал голос, говорящий ему с крышки, который над ковчегом откровения между двух херубимов, и он говорил ему.